У нас 12-ая минута, счет 7-3 в пользу колл, я вот посматриваю, то есть там еще как минимум 10 минут им играть, как минимум, вот, ну а у нас, собственно говоря, драфты, блокшипы и джейшторм, и появляется в очередной раз энчандрос, энчандрос это герой очень интересный, это герой, который может забрать крейпас доминатора у энигмы, это герой, который вначале там что-то делает, но в целом герой, который все еще выигрывает очень мало, и винрейт у нее, прямо скажем. Ну да, и ее миссия, ее предназначение почти в каждой игре это найти энигму прямо сразу же на первом уровне, сразу же ее напрягать, не позволяя фармить лес, и в этом случае энчандрос себя окупает. Если энчандрос где-то там бегает, допустим, там 3-4 минуты хотя бы, то энигма быстренько выфармливает себе третий уровень, там эндолончики уже становятся сильными, и энчандрос может с крипами ничего не успеть сделать, потому что, во-первых, эндолончики убьет большую часть крипов, а во-вторых, там уже эндолончики начинают отлично наяривать. Ну да, в общем, за энчу как бы нельзя ошибаться. Если ты ошибаешься, то потом тебе уже не нагнать, и ты остаешься 500 хэповый энчандрос против там сильных оппонентов, горишь от бэтрайдера, тебя убивает бэйн, ну и мы еще не видим коров пока основных, но поверьте мне. За энчандрос жизненно необходимо, жизненно важно понять, куда пойдет энигма. Прям вот они должны это узнать, там варты поставить какие-нибудь, прям вот мастхэв. Миссия, миссия у них. А вот Джейшторм вообще все замечательно, вот я смотрю на Свена, я не понимаю, почему Свену взяли, то есть вот он ужасный герой против Энигмы, он ужасный герой против Бэйна, и еще более ужасный герой против Бэтрайдера, то есть вот каким образом он здесь появился, вообще не ясно. Ворвался. Его тут все герои на любой стадии игры убивают. Ну, Легионовичка это контра Бэтрайдера, окей. Бэйна в принципе тоже. Да, 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 но... Ну, посмотрим. В теории, даже если Энигмы с Блэкинг Баром дают Блэк Холл, есть шанс запрыгнуть ей за спину и дать дуэль, но это, как правило, маловероятно. Это мечты, Владимир, это ваши влажные мечты. Хотя я видел что-то недавно такое из серии там, за спину Энигмы врываются, сбивают ей Блэк Холл. Это реально было жестко. Нет, да, просто ей нужно фармить Блинк, а потом после Блинк Даггера желательно еще один артефакт нафармить. Я бы сказал, даже причина в том, что скорее Легионка врывается изначально, сама хочет ворваться первой. И вот это самая большая проблема. Ну да, поэтому здесь Джейшторм, на мой взгляд, аутдрафтуют. Они прям уверенно себя чувствуют. Первая мысль это Урса. И против Свена, и против Легион Коммандора. Против Энчантрас. Вообще, да, против всего один простой Урса. Да, Урс замечательный. Если не Урса, то Найксу. Он тоже вообще в виду имел вообще всех тех героев. И Рубена, и Энчантрас, и Свена, и Легион Коммандора. И стоит хорошо, и в Лейте отлично наваливает. И вот эти два героя смотрятся просто идеально. Вот кто еще, кроме них? Нормально смотрится. Кто? Тролль. 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 Ну тоже неплохо. Но Урса и Найкс были лучше. Вот. Они были покруче. Ну, собственно, тролль, значит тролль. Для Ризоля он сегодня разок уже сыграл. Не очень удачно. Было ужасно. Ну, его там разорвали. Это как раз та линия, где Гримстроук их там переехал просто, уничтожил. Да-да, он с Шадоу Шаманом, то ли с Бейном? С... нет, он с Сэн Кингом. Во. А потом еще и Шадоу Шаман был, да. Комба была какая-то хорошая. Минус Темплар Ассасин. Так. Намечается какой-то сочный мидер, который боится Темплар Ассасинки. ОД, может быть. Против тролля смотрится. Против бедрайдера они прячут. Да, ОД против всех смотрится здесь. Против Финс Гриппа прячет опять же цель, и Финс Грип сбивается. Ну и главное, что он хорошо дамажит. Там два героя, они, по сути, будут выполнять роль танков частично. А ОД он очень круто пробивает. Ну, помимо ОД я добавлю своего уже фирменного снайпера, которого я рекламирую, наверное, уже на каждом турнире. Ну, он против Темпларки хорош, наверное. И его бы... Да не, я про то, что я снайпера говорю... Ты просто? Просто, да, снайпер. Он тоже улыбается. Он стоит далеко, шарап ныльку закидывает, там... Героя убьет, добраться до него здесь сложно, и он отлично катит тролля с пиками. Ну, все-таки это ОД. Да, ОД это, конечно, был самый крутой герой для Black Ship. Такой самый очевидный, самый симпатичный. Штормы. Шторм. Шторм. Да, правильно. Все, снайпер не улыбается. Так, что там мид? Драгон Найт. Поехали. И Драгон Тейл ему в лицо. Нравится? Мне Драгон Тейл очень нравится. Не, я вообще считаю Драгон Найт отличным героем. Мне всегда... Единственное, он, конечно, вот такой вот, ему нужно там... Ну, он редко в соло что-то может предъявить на линии, или даже зачастую с каким-то гангом. Но вот где-то в мидгейме он начинает раскрывать себя. То есть это герой мидгейма и лейта глубокого. Хорошо, если еще есть потни, члена неплохо смотрится с Легион Командером и Свеном. Это Эмбер. Это жадность. Это слишком жадно. То есть и Ч нужны слоты, и Свену, и Легион Командеру, и Эмбер Спириту. Всем нужны слоты. А Джейшторм, по сути, слоты нужны только на тролле и на Шторме. То есть, и при этом они еще имеют неплохой пуш-потенциал за счет Энигмы. Так, разбирают персонажей. Ну, посмотрим, что из этого получится. Для Блэкшип это, возможно, или, скорее всего, последняя игра. Я вот просто не понимаю, я смотрю на таблицу, и почему еще... Какие шансы вот чисто теоретически у Янг Драк и у Блэкшип? Допустим, 2-5. Каким образом они могут зацепиться за плей-офф? Да, по-моему, никаким. Даже если Джейшторм сейчас проигрывает, то у них будет 3-4. Ну да. Мне кажется, эти матчи уже можно было порофлить. Для Блэкшипа, потому что для них этот матч реально уже ничего не решает. Как и для Джейшторм. Да. Ну, там посев, по-моему, будет. Ну, это... Ну, посев, я думаю, важен. Ну, в принципе, да. Да, если ты четвертый, то как бы... С ЕГЭ никто не хочет встречаться вообще в первом раунде. С ЕГЭ никто не хочет встречаться вообще в первом раунде. Хотя, в принципе, с ЕГЭ никто не хочет встречаться. Такие с такой... Да. Тут ничего не... Квота-то... Смысл в том, что в Северной Америке квота одна, как мы видим. Ну, в плей-офф. Всего квоты две, но в плей-офф останется одна. И в любом случае с ЕГЭ придется встретиться рано или поздно. Поэтому обыграть их нужно. Хотя, конечно, хотелось бы с ними встретиться попозже. Ну, ничего не поделать. Будем смотреть. Не бегут. Мы смотрим, какие из персонажей бегут. Пока только Шторм бежал. Да, да, да. Когда Шторм был первый, вся команда шла вместе с ним. Эх! Не зашло. Куда шли, они шли круто. Это реально был огонь. Как в боевике прям. В каком-то. Поехали. Все время я начинаю тыкать на экран, но ничего не происходит. Потому что Дмитрий захватил мышку. Ну, а я зато за статистикой. А мне нравится, кстати. Вот мышка реально прикольная водитель. Может быть, пока они самые опытные. Нормально. Мышка водитель, но я учусь. Могу тебя наставлять на путь истинный. Ну, главное это не пропускать фраги. Но, к сожалению, еще не выработан рецепт. Каким образом это не делать. Вот. И все периодически пропускают. Даже если ты не пропускаешь фраги, ты не застрахован от того, что ты рано или поздно пропустишь фраг. Ну что, рунки где-то будет сюрприз? Сверху два. Тролль и бутрайдер. Бутрайдер, кстати, так заныкался. Прям ждет, чтобы, видимо, не спалиться. Ждет момент. Ну, как я и говорил, Энчантра желательно понять, где будет Энигма. Она уже как бы догадывается. Уже подблочила кэмп и один. Вот. И первая мысль. Энигме в этом случае проще уйти вот в этот лес. Потому что здесь остается одна нычка. И Энчантра еще Энигме и расскажет на этой нычке. Потом придется ждать. Там у тебя крипы появятся снова. В общем, это довольно-таки слабый кэмп для Энигмы. А здесь уже, при хорошей игре от Энчантра, здесь уже надеяться на фарм, нет смысла. Так что Энигме лучше всего просто свалить вверх. Так. Офир опытный. Энигмист. Съел, да. Идалончиков отправил вниз. Сейчас правильно делает, кстати. Смотри, он идет восполнять ману. И сейчас он будет ждать появления Энчантра. У него есть хороший вард, кстати. Вот, очень хороший вард. Вот он показывает частичку леса. То есть видишь Энчантра и идешь туда, куда ее нет. В другой лес, да. Энчантра пока не видно. Она вот потихонечку медленно наверно идет вниз. И вот очень важно, чтобы Энчантра сейчас не показалась нигде, пока она не поймет, где Энигма. Она покажется. Потому что можно побегать за Бэйном, безусловно. Можно сейчас попинать его, накинуть ему пару плюшек. Или он ей накинет пару плюшек. Там вообще непонятно. И это провал. Это реально провал, потому что Энигма, вот она может просто уйти в другое место. Она сейчас, правда, задетектит, что здесь нет кэмпа и просто свалит. Но пока не задетектит, пока еще первая минута. Энча еще с моря. Она взяла на первом уровне вместо Энчанта. Хил. Лол. Минус мана. Это слишком дорогой спелл для Энчантра. 170 маны. Да, это один из редких спелов, который дешевеет с уровнем прокачки. Ну да. Такая необычная. И она вот тычкуется с Бэйном, по-моему. С Рубэном можно попробовать. Без Рубэна здесь вообще ловить нечего. Есть Брейнсап, есть Тангузь, но он почему-то его не съел. Телекинез. Ага, Телекинеза нет. Там Фитболт. И Бэйн просто в Солянова катает, мне кажется, с одного и второго. Так, за Энигмы пошли. За Энигмы. Ну а все, она вот. Странно будет, если у них останется. Возможно, он сейчас начнет Девардить, бороться с Рубэном. И тут будет эпическая борьба. Но зачем все это делать, если можно просто уйти вот. Вот раз, два, три, четыре. Четыре нычки просто в идеальной точке. Это идеальное место, да. И очень сложно Саппорту будет именно туда перетянуться. Потому что Саппорт будет вынужден найти вот этот Рубэн. Либо вот так вот, вот так вот. Либо вообще, не знаю, как-то вот так он будет вынужден уйти. Он потратит слишком много времени. Как там Идалончик встретил Рубика. В общем, Фир, он по-моему, не хочет простым путем следовать. Он хочет, чтобы было сложно. Но я надеюсь, он когда-нибудь поймет, что все, пора убегать. Вроде он понял. Ура. Ура. Да, он валит. Инча без мана снизу. Рубик тоже. А Инча по-прежнему, да. Вот если бы она взяла любого крипа, допустим, Кентавра, там бы Бэйну объяснил один Кентавр. Она потратила 40 маны. И Бэйн бы с этим вообще не мог сделать. Ча Синча стоит без маны. Второй левел у нее не скоро. Она еще делает отвод. Но тут велика вероятность, что эта пачка крипов даже не умрет. Потому что двойная. И вот эти вот банчи, они очень плотно натыкивают. Смотри, банчи бьют. У них слишком много урона. 47. То есть они реально слишком плотно наваливают. А этот хилит еще. Да, да, да. Вот эта вот банча слишком плотно наваливает. В итоге она сделала отвод. Неплохой вроде бы, с одной стороны. Но XP нет. Просто парень без XP. С Рубайном вдвоем. Два первых уровня. Третья минута. Здорово. Это провал. Сейчас еще убить могут. Ага, под хил пошел. Да, Рубик, Рубик сбил эту штуку. И он получил на себя более продолжительный получается этот сон. Ну, в общем. Да, ему конец. Ну. О, сеточка прокнула. Ну, забей. Они вдвоем убили троих. Реально вдвоем. Давай на другие линии послушаем. Ну, давай. Главное, Владимир, что ФБ мы не пропустили. Да. Это самое главное. Еще учусь, учусь. Ну, знаешь, если бы глядеть на эту линию, ты провал стил ФБ, это было бы уже вверх. Шторм, кстати, взял себе Vortex на единичку. Более агрессивно. Окей. Да. Ну, тут, по-моему, все ровненько. Топорик с одной стороны, Ремнда с другой. Они добиваются до шестого уровня. Ничего интересного. Сверху может быть круто. Оп. Минус B, но это он отдал сам. В общем, сверху может быть интересно, потому что сверху противостояние Бэтрайдер против Легион Командера. Вот здесь интересно по кого. Ну, мы суперопытные на Бэтрайдере. Насколько я понимаю, здесь самое главное не лететь вот с ней в какие-то... Не пытаться ее намазать маслом, она все скинет, а просто аккуратно забирать свое, забирать крипов. Да. Вот у меня первая мысль такая, что Бэтрайдер вот просто пропушивает линию с Firefly, потом забегает на кэмп и еще забирает кэмп. Но опытная легионочка обычно просто редкликает крипов, специально пушит линию в обратную сторону, чтобы Бэтрайдер такого сделать не мог. И, как правило, выигрывает линию за счет того, что у нее высокий урон. В итоге вот, он почему-то много урона на самом деле получал. Тычки здесь. Залишали. И... Бей ее, бей ее. Мочи. Хорош. В крипах не лучшее занятие, потому что она отхиливается. Угу. Все, прогнал. Так, тем временем снизу, Enchantress наконец-то взяла кентавра. Да. Пытается... Ну, правда, кентавр далеко почему-то был. То есть, надо заранее было его подводить. Ну... Да, но почему? Почему он побежал за Бэйном? Почему он? Я не знаю! Я не знаю, почему он побежал за Бэйном! Идут... Убивают тролля, а кентавр бежит за Бэйном. Что не так с этой Ичей? Почему? Не спрашивай меня. Почему? Живи. Живи. Нам нужно дожить до конца. Осталось пять минут. Пять минут и игра закончится. Почему она играет так? Потому что я реально негодую. Найтмар переагривает Enchantress. Вот эти вот, знаешь, переагривания с Найтмаром приводят к тому, что просто избивают одного и второго. Да. Можно еще раз разбудить. Вот просто для справки, когда ты переагриваешь с Найтмара героя, которым осталось спать полсекунды, ты получаешь полноценный Найтмар на себя. То есть, как будто тебя его только закастовали. Из-за этого, собственно, механика с инфиблом и переагриванием приводит к тому, что герои, которые раз за разом переагривают один и тот же Найтмар, они получают слишком жесткий дебаф. И там можно полчаса. Ну, есть видосы Dota VTF, можете посмотреть. Так, что у нас тут? У нас убивают Enchantress, да. У нас минус Enchantress. Бэтрайдер перетянулся, все, ему надоело стать против легионки, приходит Enigma. Enigma проблемы с левелом. Ну, это не 2013 год, когда можно было уйти в лес и за пять минут получить шестой уровень. Сейчас в лесу очень мало экспириенс, лес очень большой, там все не зафармить. Но, кстати говоря, я вот любил те времена. Берешь Enigma, идешь в лес, берешь 4 Clarity. Да? Шестая... Я помню, вот талончик нормальный был. Шестая... Берешь, берем, мастер, берешь талон... Нет, это еще было до талона. Шестая минута. Точнее, пятая минута. У тебя шестой уровень. Ты уже кого-то убил с Black Cola, купил себе, там, ботинок Мекку. И к десятой минуте у тебя ботинок Мека, там, возможно, даже Арканы Мека. И ты выходишь в блинк, и у тебя очень быстро блинк появляется. ЦТ обалденный. Я считаю, что вот талон, наверное, был золотой эрой. С талоном ты вообще любого героя берешь и идешь в лес. Вообще любого. Да, реально, то есть можно было любым героем уйти в лес. Я много раз наблюдал игры, где там у меня два героя с талоном ушли в лес, три героя. И там уже в начале была борьба не за то, кто поет в мид, потому что мидеры гангают, мидеры напрягают. Все войдет в лес. Сложный момент, да. А то битва шла реально за то, кто поет в лес. Причем вот этот бремастер, это же не я изначально сделал. Это у меня в пабе один челик его начал пытаться реализовывать. И там вообще был кошмар. Я решил попробовать, потому что он все сделал супер криво. И получилось, на самом деле, неплохо. Так, опасно. Убивает Циэна. Они совсем понимают, зачем Циэн вообще пришел на эту линию. Вот вопрос, то есть у меня лично. Он стоял на легкой линии, у него все было нормально, он не умирал. Он там даже крипов добивал, 33 крипа, был на уровне тролля. Все у него было хорошо, и тут он пришел в сложную. Классика жанра вообще, это наверное... Зачем он сюда пришел вообще? Ммм, Океане забирает фраг на марче все-таки. И сейчас продолжая тему талона. Классика, это наверное, регионка с талон. Самый такой, востребованный. Она прям очень любила. Смотри, пошел. Пошел ганг. У него маны мало. У него очень мало маны. Пресс за атаку. Первый надо еще дать для скорости. Сейчас смотри, как он помогает, мне так нравится. Он так и идет. Хил! Хилю! Ого! Вот это нормально шваркнул. Хилбьют. Они сейчас убьют ее. Хилд закончится, пассивки нет. ТП отменили. Ну да. Минус лес. Бллади Найн. Очень полезный герой. Игры на самом деле очень полезные, если играть им хорошо. Ну, им реально нужно очень круто играть и прям стратегия вся должна под этого героя быть. А тут очень мало. Мы вот вчера видели неплохой подпуш с Энчой. Было прикольно. Ну да. Попытка убить Штарма. Трое. Свен как-то вообще не допрыгнул. Свен даже видимо не верил, что он стан, он успеет попасть. Поэтому даже не кастовал его. Свен вообще, грусть, печалил. Он ушел. Знаешь, единственная нормальная линия была, где все было более-менее у Свена, была легкая линия. У него реально все было нормально. Почему он ушел оттуда? Его прогнал Легионг. Сказал, иди. Вот так. Он такой, Свен подкаблучник. Он не мог воспротивиться ей. Ну, окей. Ну, кстати, он сорвал такой мини-джекпот. Нашел стаки. Стаки бетрейдера. Ну и вот и все. Вот и все. И доволен. Да. Ну, может быть, Легионг ее права. Кто ее знает. У нее первый крипстат. Может быть, Свен, знаешь, будет отыгрывать роль вот этой третьей позиции. Кинь молоток, дай и пах. Да, и поэтому он замаксал сплэш. Нет, он замаксал, чтобы фармить его. Опа. Так. Сон тот самый. Ну-ка. Дуэлька? Ой, хорошо. Да. Ой, хорошо. Успевает. Да. Отлично. Отлично. Короче, Легион Командер будет тащить. Плюс 10 урона. На 9.30. Нормально. Нормально. Неплохо, неплохо. Дальше надо. Дальше. Набирать больше. Угу. Угу. В общем, он реально будет тащить. У него на самом деле многое в этой игре. Многое в этой игре зависит от него. И как он сейвить будет. То есть чисто гипотетически он может снимать лассо бэтрайдера и прыгать за спину у Энигми. Два. Два. Чисто гипотетически. Так. Собственно говоря, 10 секунд не хватает до лассо. Брайл тем временем забирает энчандрос. Здесь му пытался своровать, но в итоге это приводит к его смерти. Зеро его забирают так. Жестко. Жестко. Он заставил Эмбера потратить ремнанты, чтобы на Верочку забрать. Красавчик. Все себе забирает. Прогнал Свена. И забрал франк. Я говорю, это жесткая регионка. Она прямо командует ими. Ну да. Повелевает. Повелевает. Ну и знамя носит. БТВ. Или не знамя. Нет, не знамя. Ну что-то такое. Вот эти штуки очень похожи на знамение чего-то. Какие-то копья. Копья. Копья-знаменам. Я понял, я понял, Даль. Что-то они дозначат. Это же Аркана. То есть там в оригинале-то... Да. Ну да. Видишь какая она? С горящими глазами. Ага. В оригинале-то она поспокойнее. Так, ну шоу. Лучшая в жизни, худшая в игре. Так, ну что, смотри. Если не учитывать Enchantress, то у Radiance нормально. Они жидноваты, конечно. То есть и Свену хочется пофармить. И Эмберу хочется пофармить. Слушайте, у нас игра... И Легион Командора хочется пофармить. И Enchantress смотрит, а где Микрипов брать, ребят? Где их брать? То есть можно, например, взять Сову. Но Сову хочется убить и зафармить. Сова ранена. Да, Сова ранена. Не хочет брать раненую Сову. Хочет здоровую Сову. А вот, ну, как бы... Ну, ни одного не забрал, да? Да. Это было его шансом? Нет. Нет и нет. Надо брать раненую Сову. Потому что, ну, раненую Сову можно отходить... В конце концов, что делать с раненой Совой? Похилите? Похилите. Позвать лекаря. Позвать лекаря. Целительницу. Она-то и целительница по совместительству. Ну, можно на фонтан отвезти там, полечить. Можно, да. А в итоге всё, Совы нет. Совы нет. Пришла Легионка и съела её. Я думаю, Легионка не отдаст ничей ни одного крипа. Она ей говорит, нет, подруг, давай-ка ты иди у Туа на линию. А я спокойно пофармю. И Enchantress Lane крипа сейчас переманю. Хотя бы кого-то. Так, давай считать. Смотри. Давай считать, сколько она зафармит. Давай считать, он сможет хоть одного забрать. Давай. Потому что... Оп. Нет. Всё, он расстроил в тильт. Подожди, подожди, подожди. Красава. Он ещё и добивать может. Он, видимо, это не знает. Денайт надо, денайт. Дай, дай. Это же тоже плюс золото. Ну-ка, смотри. Молодец. Ну слушай, когда вот один рейнджовый бьёт... Он справляется. Да. Нормально. Трёх. А когда вот четыре бьёт, у него, по-моему, проблемы. Ну-ка. Ну-ка. Нормально. Смотри, вот сейчас надо. Он подбил рейнджа, хотел забрать этого. Но у Легионки были явно другие планы. Печаль. Печаль. Ой, жесть. Да, в общем, у нас игра длится больше 12 минут. Особого преимущества нет. Значит, у нас будет стандартная игра, где после тридцатой будет драка. Да, да, да. Так, дуэль. И как-то Штормы что-то подфиживают, то есть что-то подошли, непонятно зачем. Бейн подарил урон. Шторм, конечно же, отрабатывает, но он здесь тоже как бы один. Остальные герои находятся. Знаешь, Дим, ты много советовал, но я бы вот на месте как раз таких команд выбирал бы такие, знаешь, перманентные бафы. Вот Легионка, например, очень хороший герой, потому что у нее есть перманентный баф и, собственно, она получает урон. Пуджи. Да. Потому что игры длятся. Куча фрагов, 30 минут, ничего не происходит, никто не получает преимущество. А будь Пудж, будь Легионка с уроном, это уже... Ну да. Мне кажется, вот в Америке Пудж это реально тема. У нас в СНГ игры там слишком быстро заканчиваются, там Пудж не успевает даже настакать пассивку. В Америке реально... Еще, знаешь, с их плейстайлом там, походу, хук это будет имба-спелл. Какой-нибудь там с линзой. У нас в начале игры Пудж кидает хук и вытягивает там... Ух ты, Рубик, ты смотри, что творит. Сейчас будет Найтмар? Хороший. Блэкхоу. Ой-ой-ой. Фир, какой царский Блэкхоу благодаря Марчу и Шторм летит сюда. Должны забирать, забирают Рубика. Пока только одного. Что по Эмберу? У Эмбера тоже убили. Свэн убегает, там еще и Легионка. Легионку минус нуля. И Нчоу тоже. Видишь, я показываю главную. Он нажал ультимейт и побежал. Раз Крипочек. Два Крипочек, три Крипочек, нормально. Ямсун. Запомним его. Запомним. Слушай, это же ведь очень крутая комбинация. Дуэль, когда дает легионка, ты вешаешь найтмар, легионка бьет по герою с найтмаром, будет его, сама засыпает, потом герой, и она не может наносить урон. Ну, до блокимбара это супер крутая штука. Да, это жестко. К, контра. И отличный. В итоге сами все забежали в этот блокхолл Энигмы. Не хватило чутка, да. Мега себя реализовала полностью. Но было близко. Хороший мув. От штормув. Прям сочный. Ну и Свен. Мне понравилось, что Свен, как он не колебался вообще, нажал на ультимейт, он сразу же вообще развернулся в первые же секунды и решил, что там погибать вообще не меньше. Ну, правильный, да, зачем? Быстро принимает решение, очень быстро. Муз берет баунтируну, Брайл, одну, еще заберет вторую, 3-1 будет по баунтируну. Что, блокхолла нет попробует? Ну, а что пробовать-то? Что пробовать? Драться. Драться. Да. Урон легионки зарабатывают. Драться, да, урон. Ну, ты знаешь священное правило, дуэль должна кастоваться по кулдауну. Да. При идеальном исполнении. Она не обязана выигрываться, но кастоваться она должна. Ну, и выигрываться, естественно, еще и выигрываться должна обязательно. А если противник... Это уже сложнее. А если противник не хочет драться, то должно что-то забираться. Например, вот вышка по центру. Хорошо. Забрали. Что, у них еще секунды 90. Так, и смог нажали. Пошли, да, у него легионка реально шарит. Вот легионка... Опыт. Опыт. Ну-ка. В общем, сразу свернули. Там... Там энчантрас, кажется... А она там бегает. Кажется, все. Кажется, все. Слышь, ты вообще не сделал, ладно? Ты вообще... Варп поставил. Булочник. Варп поставил. Булочная энчантрас. Кстати, они не могут догадаться... Да, вот он кликает на големов. Может быть, они сейчас догадают, что она стала ставить вард. Квыщечка падает. Никого на защите. Вообще никого. Ну-ка. Сейчас катапульту ударчик, он добьет. Так. Еще. И вот. И убьет еще. Энигма забрала. Смотри, смотри, убьет этого еще. Они знают, что он здесь. Они знают, что он здесь. Он прыгает вперед. Финсгрипп. Финсгрипп есть. Боятся. Боятся в этот момент нападения на кого? На легионку. Ой-ой-ой. Нормально. Убили ее тоже хорошо. Показываю. Веду я и имел у вас, ребята. Ну, то же самое касается и Рубена, который был сверху. Так. Заходит. Заходит, да. Тут, слушай, как-то быстро. Родновато, родновато. Они не созрели. Катапульта переманивается. Мне нравится то, что Фир решил не делать Доминатор, учитывая, что против него еще. Правильно, правильно, да. А то вот это вот. Я как-то смотрел игру. Там Дум бегает и ест крипов Дарксир из Доминатора. Плюс 200. А, это была игра с оффлайем. Он 25 минут кормил Дума гриппами с Доминатора просто всю игру. Так, тут нашли Марча. Марч. Ну, пятерка. Загулял, да. Убили. Так что современные отмазы, я пятерка, мне можно. Последний Нетворц, ничего страшного. Так, кого мы ждем? Кого мы ждем? Кто не готов драться? Кому нужен фарм? Я не готов драться. Мне нужен фарм. Тут все очень достойно. Скоро будет Блэдмейл. Блинк Блэдмейл хорошо, 20 уроны есть. Они, правда, летят 5000. Неприятный момент. Все очень круто у Бэтрайдера. Киллов 0, 1 смерть, но 8 ассистов у него... Максимально профитно сыграл. 8, 8, 8. И Блинк скоро. Да, у него Брабан и Блинк очень много у Бэтрайдера. Пойдут. Мека Блэкхолл есть. Ну а их оппоненты пока сплит. Они идут оказывать цены за миг. Да. Сюда. Пошли. Сюда. Пошел под хил от НЧ. Где Рубик? Рубик рядом, вон он, вон он, вон он. Рубик, Рубик, вот он. Он что-то не будет. Он здесь, он здесь. Он здесь, а вот он. Он тут. Он тут, он все еще здесь. Да. Рубик был рядом все время, не волнуйся. Все это время он сопровождал этот расстрел. Просто вот, резню. Его просто... А ну а что он сделает? Ну да. Ничего 0. Ничего 0. О, а вот и Рубик, кстати говоря. Он все еще здесь. Как легко они их убивают. Просто бежит тролль, ракликает Свена, и Свен ничего не может сделать. И это касается... Не только Свен, это касается всех. Вообще, если призадуматься, то в ближнем бою реально тролль убивает все. Он просто нажимает на топоры, получает два милищника дебаф, и они его не пробивают. Да. Ну, это лишь к тролля. Да. А у тролля еще, помимо того, что он вешает дебаф, у него еще слишком много брони. У него 17 белой брони, плюс 8. 25 брони у парня. Свена... Сейчас он от пушки отойдет. 7. 7. Да. А, и раньше у него как раз в аркбране броню удавало. Да. Там было хоть 20 броней, и это было много. Но сейчас... Ну, такой лайтовый спинал. Сейчас такая полубраня, скажем так. 20-й минут скоро. Паунти руны. Преимущество огромное у Джей Шторм. В общем-то... Энигма выходит в тот самый билд, когда ее очень будет тяжко сбивать блокхол. Блинк плюс линкенсфера. Воровать его тоже будет тяжело. Ну, БКБ еще дополнительно картины надо бы сделать. Лучше, ну раз уж они так просто в прошлый раз зашли, то можно еще раз повторить. Можем повторить. Лучше, ну раз уж и нет. Тролль... Тот самый этим билд. Ну, контроля немного, и, в общем-то, быстро его будет отпускать. Какого-то супер критичного контроля нет. Поэтому для него Сатаник плюс Сэнджин Яша... Прям крепко заходит. Топовый билд. Линзы есть. Ну, это ли в прошлой игре, на тролле пытался БКБ сделать, но что-то вообще как-то... Рубик цель номер один в этой игре. Чтобы Блэкхол не своровал? Да, да, да. Мне кажется, знаешь, вот камбэк системы... Ты знаешь, без Блэкхола. Знаешь, особой камбэк системы у Рэддент нет, но Рубик может устроить камбэк системы Блэкхолом. Помнишь ту самую игру Тайгерс против Гамбит? Когда у Гамбита все было хорошо, но Энигма дает Блэкхол, которым там ничего толком не добивается, его ворует Рубик. И ситуация такова была, что даже если бы Энигма не давала Блэкхол, все было бы лучше, чем... Да, да. Я говорю, то есть здесь реально, если так придумать, Сурбик понимает, к чему все идет. Он пакует артефакты, чтобы стоять максимально-максимально далеко, ему еще какой-нибудь блин взять, и просто стоять... Ну вот он делает. Да, супер далеко не показывает. Нича найдена. Нича вот, она продолжает заниматься своими вещами. Оп, да. Забрали. У Брайла заряд в Блэдстоун. У него даже вардов не было, он просто сбегает. Она чисто ходящим вардом подрабатывает, да. Четыре, как там... Доставил ТП, по-моему, кауд сделать. Классическая американская 4 versus 5 versus 1. Это как Бракс сегодня был, да? Да, да, да. Был Бракс в одной команде, в другой команде его Хариша вместе с Энви. Минус. Минус Рубик. И есть в третьей команде их противники. Так. Рубик лопнул. Все очень просто. 10 тысяч фраги льют цирикой в пользу Джей Шторм. Интрига, к сожалению, умирает. Да нет, я думаю, к счастью. К счастью. Я доволен, да. Учитывая, что этот матч реально ничего не решает, интрига была... Да, то есть, в принципе, да. Интриги нет в матче, который ничего не решает. В этом-то и фишка там. Был бы на какие-то иначе там и пари, течис и бучки. Было бы, наверное, весело. Можно было бы даже посмотреть, что они там в лейте сделают. Но вот как-то так получилось, что... Одни, вторые попробуют там напикать хороший пик. И сейчас идет просто битва за респект. Тролль работает. Да, тролль нормально. Отрабатывает. Рубен украл. О, Рубен Миша сейчас живет. А, это топоры, это топоры. Так, Эмбера нашли. Нашли. Найтмар. Батайдер может подлететь. Но он не хочет, он не хочет. Он хочет кого-то другого. Он боится, что Легионка ворвется. Врывается Легионка, спасает Эмбера. Эмбер уходит, дает неплохую дуэль. Дуэлью забирает Бэтрайдера. Выигрывает дуэль. Резолюшн выбивает ему Аегис. Хорошо, хорошо. Эмбер байбэкнулся, идет дальше. Но нужно быть предельно аккуратным. Резоль, Энигма все еще с Блэкхоллом. Аккуратненько, максимально. Рубик оставляет ультимейт. Пытается вырубить Энигму. Большие проблемы у Свена. Свен машет мечом, ни по кому не попадает. Вырубают Свена. Инчандрос. Опять. Инча против всех. Еле-еле бьют. Забрали, да, забрали Рубика. У Эмбера, кстати, все еще так-то неплохо по ресурсам. Но зря, по-моему, Блэкхоллому на голову и убить. Не успел. Не, не успел. Не успел. И еще, своровал, своровал. Ой, какой хороший спел он своровал. Смотри, ну маны нет. И Блэкхолл в Рубика, которого нет маны, но рядом никого нет. Да, нормально. Вообще идеально. Ну, не идеально, но нормально. Эмбер погиб. Сойдет, сойдет. Да, нормально. После байбека преимущество возросло, но не сильно, учитывая, что у соперника была Егис. Отбились. Отбились. 1600 золота заработали Джей Шторм суммарно. 38 урона от Легионки. Хорошо. Что могу сказать? Надо больше. Надо больше. Больше, больше, да. Мне нравится то, что Штормы идут. Они вот сейчас все правильно сделали. Подрались, Егис реализовали. Теперь можно спокойно пофармить и дождаться следующего Егиса. Чем-то могут заняться радианты, там, не знаю, пофармить 5-6 минут, может быть, они по гангуют 5-6 минут, но им чем-то нужно себя развлечь. Вот сейчас идеальная атака для... идеальный момент для атаки. Интересно, как ты сформулировал, им чем-то нужно себя развлечь. Ну да. Потому что если ты себя не развлекаешь, то ты идешь и делаешь какую-нибудь фигню, фидиш там, как в доте часто бывает. Кстати, в доте уже пятюни можно давать, там, шариками можно какие-то пики, сколько всего можно делать. Вот да, вот на самом деле, если у вас там нет, не хватает минуты одной до того, как откатит байбэк, и вам прям вот не терпится куда-то пойти, вы лучше выкопайте ямку, поставьте змею, барабан постучите в него, отвешите всем пятюни, и все, и все будет нормально. И когда команда говорит, ты слышишь, что ты стоишь АФК, ничего не делаешь, ты говоришь, парня готов к всему. Нет, ты ничего не говоришь, ты ставишь барабан и начинаешь в него барабанить. О, энчантрос нашли, кстати. Это самое. Опять. Да, у нее своя миссия в этой игре. Это она подрабатывает вардом. Она заряжает блатстоун шторму. Ну или так, да. Ду, ду, говорит, да, дед, почему я не могу ее ударить? Так, сейчас, ремнантами. Ремнантами будут ее убивать. Не, не могут, он не может по ней ударить, а в этот момент резолюшину поймали. Резолюшину говорит, парни, а чем вы там занимаетесь? Ой, жесть какая. И он, смотри, он реально отрабатывает вардом, он просто бежит во врага. И его не могут ударить У Шторма не хватает скорости атаки Энигму вырезают Инчандрос все еще здесь Инчандрос врубает еще раз под хил Бэйн должен погибать Не попал по нему чинами Бэйн телепортируется Стан Есть Ну и помнишь, что мы любили говорить Это американский дивизион Тут возможно все что угодно Ты видел это вообще Шторм не мог сделать ни одного удара по Инче Потому что пока он замакивался, она убегала в тень А Резолюшена, я так понимаю, через дуэль убили Я вот хотел сказать, что тролля вроде как с Сатаником Уже не просто через дуэль убить Но если на него кидаются все А сколько урона в Легионке? В Легионке сидит 40 56, да-да-да, через дуэль его убили Круто Инча в итоге выиграл Инча-то молодец на самом деле На самом деле все могло быть печальнее Шторм мог просто не догонять ее прыжками А мог прям в нее влетать Тогда бы она хотя бы получила урон за прыжок Но Шторм он слишком осторожно прыгал, бегая за ней И за счет этого она его развалила Да он не ожидал, мне кажется, что он ни разу не ударит по ней Есть такое Она всю игру отлетала, знаешь, она всю игру отлетала там в момент А сейчас она пассивочку-то вкачала Так вот за Штормом Сейчас очень опасно За Штормом могут прыгнуть Знают, что он здесь Легионка прыгает Успевает дать дуэль Тут же куча ремнентов Тролль ничем не сможет помочь Роман, пошел, пошел, пошел Их мало, очень мало Так, пошла дуэль Свен врывается, начинает бить Тролль тует Нужно чем-то помочь Свену Легионка погибает Свена пробивает Шторм после байбека Свену нужно бежать Но Свен уже никуда не убежит Нужно байбек, неплохо Развели на байбек И Шторм еще инчу хочет подцепить Да, цепляет инчу Нет, не цепляет инчу Инча ушла Опять, опять он полетел за этой энчантерс Смотри, хорошо Они с пуза работали Денежку плюс у них денежку Урон 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 еще не появляется Они успевают выйти Нормально все Сейчас главное бараки не потерять Вот прямо сейчас Ну там Рубик, Легионка скоро появится А Эмбер Спирит сейчас должен вернуться Просто тролль очень быстрый Разгоняется Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык 450 атак спида, да, было? Да Он переключается на инчу И вот подходит инча Против тролля, наверное, не стоит все-таки Ну да Тролль жестковаться Она зря умерла У нее все-таки импетуса неплохо наяривают Второй уровень Она могла бы стоять сзади и натыкивать Но подошла вот именно Именно вот сюда Она здесь зря бы вообще находилась Надо стоять где-то вот здесь Ну, в итоге инчи нет Но у бараки ей тертрио стояло Рошан появляется прямо сейчас Вот это важный момент Когда знаешь, напишу книгу Где стоять инчи Здесь там Где стоять там этому герою Очень интересная книга Где стоять этому герою Там реально будет книга целая Наверное Я просто смотрю Сколько ошибок допускают Некоторые игроки И понимаю, что Ну, для новичков, я думаю, зайдет Сильные-то ребятки Наверняка, знаете, где им надо стоять Рошан появился Да-да-да Вот его подсвечивают Могут не успеть Из-за того, что инча в таверне Могут просто не успеть Тролль уже Шторм уже пошел Видят Эмбера Эмбера Могут зацепить Нет, Эмбер уходит Шторм никого не зацепил У Шторма еще много маны Цепляет Эмбер Спирита Но он один Эмбер Спирит очень длинный Вортекс за счет инфибла на нем Уходит И еще нужно уходить дальше И делать депауд Развлекает, развлекает Выходит Да ладно Да, ремны-то закончились Дядюшка Фир, молодец Убил Как это сказать Срубил елки 64 секунды без Сместный лесник Без Эмбера Да, ин Раскусил Поздновато вышли Ну, давай, будем честны Они Игра все равно ничего не решает Правильно? Ну, они так бодаются, как будто это вообще Ну да, то есть Финалочка Энта Мне сегодня снилось, кстати Финалочка Энта Этого? Ну, да Но потом это оказалось почему-то, что это мейджор Но там у G выиграли Обыграли LGD Я смотрел на Пупея Там, Куры, которые сидят и думают Вот это да Опять Опять? Что, 20 секунд до Эмбера Эмбер явно успеет появиться Ну, вопрос, что делать с Аегисом Ты знаешь, о чем говорит этот сон? О чем? О том, что ты любишь OG больше, чем LGD Ну, я вообще-то был расстроен, если честно Я боялся за LGD Хотя, если честно То, что это LGD Я смог вычислить только методом исключения Ну Короче, интересный такой Так, Бэтрайдер Цепляет Кого? Это кто? Это Легионка Легионку бьют Также бьют при этом Рубика Рубика удается убить Легионку тоже Но байбэк у нее имеется Хорошая игра от Woom Очень круто инициировал Ну, нужно отойти 21 заряд в Блодстоуне Хотят зацепить кого-то Призал Очень быстро отпускает Из-за Сен-Жен-Яша Сатаника Ну, можно просто постоять Подождать сейчас Откатятся кулдауны Ну, мы Трайдер здесь на 50 секунд Но Шторм может просто ждать Может быть, Рейдианты дадут слабину В идеале, конечно, ждать Сла особо Трайдера И потом зайти Так Верно? Верно Да, самим нужно Да, самим как-то ворваться Напасть, что-нибудь придумываем Иначе просто так и будет продолжаться Пока игра не закончится В пользу Джей Шторм Обычно Флай Вижен в этот момент Умеет превосходство Так, тролля подцепили Тролля могут попытаться Заковырять Тролль байтит Смотри, ЧТ-1 забегает на базу Ну, у него Сатаник Показываю, где Шторм Показываю, где Батрайдер Так, пошла врыв от Шторма И ничего, бьют Забрали, да Это, знаешь, такой типа супер байт Когда герои с тревелами Просто убегают на другие линии Троллят вперед Люди думают А, черт возьми, он далеко А он на тревелах Пролетает и уже здесь Красиво Накидывает топоров Стан получает И опять Опять Легионка Я это уже видел В том же месте В том же месте Да, точно так же играет Батрайдер Тоже Легионка Потому что некому спастись Под лассо Вгрызается тролль Свена Блэкхол Эмберспирит не смог сбить Дает три ремнанта Ооо, много урона, кстати Ооо, кстати, парточек нормальных Свен дал, но Маловато Свен бай байкается Бараки все еще стоят Но там столько зарядов в Бластоне Антибэкдор система Не работает Антибэкдор Антибэкдор вряд ли включится Крипы на базе Не, они пришли Он регинился Бил барак регинился Ну да Ну они, по-моему, и так пробили Резоль вгрызается В милишный барак Получает стан Шторм залетает Резолюшн Бьет по энчантрас Неплохо отхиливается от нее Переключается в рейндж-форму Эмберспириту не хватает урона, конечно Разминает, разминает, разминает Легионочке не хватает артефактов У него вообще ничего нет Прям бегает Что у него есть? БКБ, сабли, броня Мидас есть Мидас есть, да Часто Артур это Артур стайл Научил весь Американский дивизион Да, покупать Мидас Не знаю, первого я увидел у Артура Артур начал покупать в каждой игре Мидас Особенно на свене И все теперь стали в американском дивизионе Покупать Мидас на свене Да Да Цепляют Бэйна Ждет Крадется Смотри, крадется Там уже контратака от Бэдрайдера Опа Где же Легионка? Легионки нет Забираешься Выкупается Все, финальная драка будет сейчас Вот что? Вот, Свен Врывается Где ГДС? ГДС и нет Ай-яй-яй ГДС только сейчас Пошла дуэль от Легионки Но ее зарубил Тролль В итоге Шторм получает плюс урон Приятно Там огромное количество зарядов в Бладстоуне Под Энфиблом притягивает на очень длительное время Эмбер Спирита Эмбер Дает ремно Но слишком много мана Да, без шансов ГГ 34 минуты Безудержного веселья Классическое, классическое Классическое Сев Что? К чему это приводит? Ни к чему Ни к чему это не приводит Ну нет, к чему-то это приводит Приводит к тому, что Ну да, Джейшторм Бист Кост Комплексити Они уже в любом случае в плейофф А команда Блэк Шипс, соответственно, нет И у нас остается только один решающий матч. Возможно, правда, будут переигровки. Forward Complexity сейчас должны начать играть на шестом канале. Они еще даже не начали играть на шестом канале. В общем, я не знаю, что у нас тут будет происходить, потому что, возможно, первый канал все еще будет онлайн. Мы сейчас посовещаемся с нашими уважаемыми коллегами. Пока уйдем в любом случае на перерыв. Вы, конечно же, оставайтесь в любом случае на этом канале. Включайте себе еще шестой, чтобы не пропустить матч. Ну и ждем развязки в Северной Америке.